Здравствуйте! Вы смотрите новостной выпуск День за днём в студии Олег Соловьёв. В настоящее время обстановка по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией остается сложной. Необходимо строго соблюдать меры профилактики, по возможности оставаться дома, ведь заболеть может каждый из нас. О том, как протекало заболевание у заместителя начальника медико-санитарной части номер 135 Лидии Штаней, а также ответы на важные вопросы по этой теме, вы узнаете из нашего сюжета. Лидия Владимировна, добрый день! Вы недавно выписались из стационара МСЧ номер 135 города Десногорска, где проходили лечение от новой коронавирусной инфекции. Как сейчас ваше самочувствие? Здравствуйте, Юлия! Здравствуйте, уважаемые десногорцы! Да, действительно, я вот два дня назад только была выписана из отделения, где я пролежала 2,5 недели. Самочувствие у меня нормальное, температура 36,6, кашля нет, ворно не болит, так что я чувствую себя абсолютно хорошо. Первый анализ у меня уже пришел отрицательный, и вот ожидаю в ближайшие дни повторного анализа, после чего могу быть допущен до работы. Вы, наверное, знаете, что о вас было довольно много написано в соцсетях, да, много слухов ходило, как вы заразились, кто вам эту инфекцию привез. Можете ли вы прокомментировать эти слухи? Дочь моя, старшая, находится в Москве, на самоизоляции, институционная работа, и в Кеснофорске не приезжала. Сын, как и основная масса студентов, приехал в начале марта, и он здоров. Дважды проверяли, мы его тесты сдавали, тесты все отрицательны. Муж – начальник смены блока на атомной станции, и с 6 апреля он находится в лесной поляне в режиме изоляции. Муж – здоров, также несколько раз давал тесты. Тесты отрицательны. Как бы все говорят, где я заболела, но конкретно на кого-то я пальцем показать не могу. Наоборот, в своей деятельности сталкивались с большим количеством людей, и последние 2-3 недели до моего заболевания приезжало много пациентов с московских клиник, пациенты и льготной коридории граждан, и застрахованные по ДМС, у которых были ко мне какие-то вопросы, которым мне приходилось им помогать в каких-то ситуациях. Ну, возможно, кто-то был носителем, перенес заболевание в дом какой-то москоп. Понятно. Ну, слава богу, вы выздоровели, все хорошо. Но я думаю, многих интересует вопрос, какие вообще есть признаки этого заболевания? Какие признаки были у вас? Заболевание, которое начинается просто, с получения температуры. Температура, может быть, достаточно высокая, не только там 30 на 5, не до 39. У меня была температура до 37,5. Была слабость, кашель, головная боль, перешение в горле. В общем, все начиналось, как, в принципе, обычное ОРВИ. Но я сдала тест на следующий день. Тест оказался положительным. Через 2 дня у меня пропало обоняние. Я, кстати, до сих пор еще толком не вернулась. Вот, появилась одышка, кашель, седуция. И я проходила лечение в инфекционном отделении для пациентов с новой коронавирусной инфекцией COVID-19, которая открыта на базе нашего роддома, перепрофилированной временно, палаты роддома. В отделении боксированной палаты, то есть это боксы на две койки. В каждом боксе туалет, душ. И также в отделении имеется пит-палаты. Каждая пит-палата, это палата медицинной терапии, тоже на две койки. В каждой палате, в каждой палате без исключения подводка кислорода, что крайне важно и соответствует требованиям, определяемым для организации таких отделений. В пейт-палате, в каждой кровати монитор пациента, который позволяет замерять в гласточном режиме частоту сердечных сокращений, частоту дыхания, осуждается пульсоксиметрия, насущность крови кислорода. И можно снимать электрокардиограмму. Кроме того, отделение оснащено аппаратами искусственной вентиляции легких, дефибрилляторы, переносной рентгеновский аппарат, аппарат ультразвуковой диагностики, ну и электрокардиограф. Отделение возглавляет Калента Калина Васильевна, врач-анестезиолог Калини Матол, с большим опытом работы, профессионал, врач, которому я полностью доверяю. В отделении создано два врачебно-технических поста, работают сейчас 8 врачей, они работают по 2 человека, это врачи-терапевты, врач-кардиолог, врач-невролог, и при необходимости пациентов консультируют врачи с других отделений. Какую помощь вот конкретно Вы там получали? Я получала медикаментозное лечение в соответствии с клиническими рекомендациями. Все необходимые лекарственные препараты, которые сейчас участвуют в клинических рекомендациях, в нашем интернете. Можно передавать пациенту, который там находится, какие-то продукты, есть необходимые те вещи, которые он забыл взять из дома. То есть принимаются передачки. Какими средствами связи Вы там пользовались? Или вообще все было запрещено? Это разрешили провести мобильный телефон, наушники с собой взяла. И все это время я могла связываться со своими родными, с близкими. Вот так же в режиме, как мы с Вами в видеоконференции вечерами могла общаться со всей своей семьей, потому что каждый день у меня на тот момент был изолирован. Кроме того, поступил как в интернет, поэтому, можно сказать, занимался самообразованием. Что бы Вы посоветовали людям в нынешней ситуации? Как им себя вести? Уважаемые жители города Ясногорска, заболевание это действительно серьезное. Это непростой умервив и чревато развитие достаточно его пневмонии. Берегите себя и своих близких. На улице соблюдайте масочный режим, соблюдайте социальную дистанцию, мыть руки. И помните, что Вы в ответственность не только за свою здоровье с людьми, а за жизнь и здоровье Ваших близких, Ваших друзей. Спасибо большое за интервью, ну и здоровья всем нам. Спасибо, до свидания. Здоровья всем нам, спасибо. Уважаемые десногорцы, соблюдайте меры безопасности, без крайней необходимости не выходите на улицу, оставайтесь дома, внимательно относитесь к своему здоровью, при появлении признаков болезни вызывайте врача на дом по телефону 8-964-619-96-88. От выполнения всех профилактических рекомендаций зависит Ваше здоровье и здоровье окружающих. На этом выпуск завершен. В студии работал Олег Соловьев. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова